Как стали в конюшню заводить, когда дожди пошли? Вот тогда больше. Они гуляли круглосуточно. А нагрузки он вообще, ну там, ну он держит нормально, а что там вот? Да, и самое интересное, когда он шагает, рысит и голуб, он не кашлит вообще. Сейчас Пускан дожует. А как часто вы конюшню моете вообще? Дезинфицируем йодными шашками, как раз таки перед лошадью нас стояли все лет на улице. И перед заходом мы их конюшню продезинфицируем. Крутяк. Тут хорошо все. Вообще не сипит. Понял, сейчас. Тут сейчас вообще все хорошо. Когда слушаешь, но фоним доску, это такое, шумит там, не шумит. У вас появляется такое. Есть два варианта дальнейшей диагностики. Первый вариант. Я ему делаю короткую бронхоскопию. Давайте. Захожу, то есть мы смотрю на черпаловидных хрящин от гортаников, вся вот эта сторона. Без воздухоносного мешка и без бифуркации трахеи. То есть я в трахею зайду, просто посмотрите, есть ли там слизь. Я понимаю. Если я там сейчас ничего не нахожу, я вам выписываю симптоматическую терапию. Примерно более-менее стандартная на все. Если через пару месяцев это не проходит, то мы вам делаем полную бронхоскопию, но она будет... Не просто, что там воздухоносный мешок мы увидим, да этот самый, а мы берем и бронхиолиарный смыв, и цитологию. Если бы он не сипел бы, то есть если я слышу, что сиплю, я скажу, давайте не будем тратить деньги на это, то есть сразу давайте сделаем вот это там через месяц, примерно говоря. А он у вас вообще не сипит. Поэтому я говорю, то есть если я сейчас увижу рорер, мы даже дальше вообще не полезем. Ну давайте, давайте. Да, рореры обычно не с таким звуком. Не всегда вообще нельзя. Вот я вам покажу 20, наверное, лошадей, которые бегут, очень хороший тренинг, просто что-то это самое. Мы ничего не определили. Да, мы делаем им кардио, то есть мы на кардиологию приезжаем, говорят, дайте я закину на доску. И мы видим, что хрящ один прям работает, а второй прям не просто стоит, он прям уже вот так вот висит. А видео у вас такие есть? Да фига. На что и денег, мы их не дадим. Кашель тоже есть. Да, конечно, есть. Понимаешь, а трорера скорее нет. Кашель может быть, но ты прекрасно понимаешь, что он скорее будет из-за... В покое не будет. А есть. Именно поэтому у меня предположение, что где-то сипит аллерген. Здесь, по-моему, тут. Скорее, аллерген. И если у них есть этот рорер, то, рорер или лорер, как и плюс, как называется. Вот это вот эти хрящи, которые... Да, один совсем стоит. Паралич его даже. Паралич его даже. Паралич его даже. Паралич его. А второй рабочий. А вот. То... Здесь то же самое, видите? Один работает, а второй нет. То есть он мог быть какое-то время. Я ни разу не видела таких видео. Вы даже говоря в этом, знаешь, не знать, но отек... А здесь норма. И это мы сейчас будем смотреть, да? Мне нужно зайти. У Кати Белка стоит после проверки подпилки. Расслабилась, спит. Все хорошо. Жрать убрали. Нет, нельзя, нельзя. Еще долго нельзя будет. Оль, сколько? Два часа нельзя. Два часа. Два часа. Ты засекла? Наверху, наверное. Наверху. Очень хороший вопрос. Да, все могло быть. Вопрос в том, что в легких бы сипел бы, а он в легких не сипит. То есть, мне кажется, проблема совсем в другом. Да, да, да. Ну, до какой-то момента ему будет так немножко. В легких полезен, тогда, может, не понравится ему. Это называется эндоскопия, да? Да. Так, сейчас перевернемся. В общем, у него нет. Нет, не спорта, нет. Оба работают. Сейчас мне снизить на вертальнике. Да, есть. Сейчас я немножко дальше зайду. Оль, поднимите вас на мне душу камеру. О, ладно, я все равно сделал. Я сделаю назначение. Так, сейчас дай-ка. Вот, смесь видишь? Есть, 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 да. Подними, не вверх. Так я же загну. Загни, мне не надо упереться в стенку. Так, снизь, есть. Причем, кстати, не мало. Белая, вот это вот и выходило. Не угадал каши. Окей, так. Охренеть. Я вам пока напишу, что будем делать вот этим вот. Не пройдет за два месяца. Я вам приеду, буду делать, ну, будем с цитологией. И нам надо будет лезть потом с тобой все-таки в воздухоносные мешки. Так, ну и какая деперемисленная. Выше. Развенчивай. Так, план Капкан. Вам сто процентов. Я думаю, нет, не так. Не сто процентов. Сейчас у вас пока слизи. Одна, тебе две пятых. Но мне интересно посмотреть все-таки его воздухоносный мешок. Полный этот анализ. Не быстро делается. Ацита сделается там за неделю где-то, я думаю. А вот гиста будет недели три делаться. Работает очень качественно, но очень долго. Ну, потому что ему заказов. Моему позачья только три килограмма зубов отправили на гистологию. Я вам, ну, я вам просто скину смс-ку, что мы с вами будем делать. Ну, как назначение. Ну, да. Чем-то чем. Да я откуда знаю, чем. Бактерия или что там. Да, да, он на пыль на сенок попадается. Для этого надо делать смыв. Вынести все аптеки. Вынести все аптеки. То есть вы его закупаете. Да. Ну, просто все назначали всегда 50 миллилитров, да? А у него миллиграмм и килограмм. Никто не замечал. Один миллиграмм в одном миллилитре. Добавим кассеты истории корень солодки. Пока что мы делаем... Ну, тут понятно, тут надо все вместе. Тут без гормонов. И пока мы ничего не знаем, я бы делал в ингаляции. Самая главная маска, чтобы там прям полностью, ну, закрывало. Погуглите, как это все выглядит. Есть какие-то предложения. Кто-то на Авито продает. То есть пока что, честно говоря, не так все страшно. Просто да, гиперемия. Что-то вызвало воспаление. Ну, то есть это реакция. Что вызвало? В носу грибов нет. Уже хорошо. Я могу показать картинки, от которых там эти, там, лечение. Нет, а на горле? Подождите, если просто так антибиотик надо давать, только в том случае, если это надо делать. Если это бактериологический. Если бактериалка. А если там не бактериалка? А если это просто он надышался? А если это бронхоспазм? И там гормоны нужны, а не этот самый. Пока что да. Это диагноз у нас пока дифференциальный. А до этого будете и выпаять ингалировать. Просто если не поможет, тогда это уже, ну, будет более радикальная история. В общем, через две недели мне напишите на WhatsApp или позвоните. Скажите, ситуация такая, стало лучше или стало хуже? Я просто вообще скорейтирую для начала. У нас-то картинка есть, на грече это все дело. Мы все сопрравляем, поэтому я хотя бы буду понимать, кто это и что это. Все сиропчики давать можете, от них хуже не будет. Я вам всем пьюшу. Хоббл, аллергик хоббл. Ветеринары смотрели, как бы... Сейчас, хотите, я вам сейчас скажу только вещи, которые, наверное, либо сейчас заплюют все в интернете. А ну-ка, давай-ка. Мы это любим, да? Да. Мы это любим, да? До 2016 года. То есть чувствуете, да, откуда мы начинаем уже? До 2016 года все использовали термин хоббл. А вы знаете, что сейчас такой болезни вообще уже не существует? То есть ее вычеркнули. А, что-то выразно сейчас. Да, но только у нее есть фактически какая-то... Как мы говорим, те же... Стадии. Да, стадии. Там, там, лицессия или там... Да, 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 да. То есть, как это... Ну, болезнь-то никуда не ушла, да? Но ее, во-первых, расширили количество классификаций. Патогенезы совершенно разные. То есть, короче, этих астн там насчитали. Сейчас надо гусать. То есть, да, сейчас мы не говорим хоббл. Так, конечно. Играет музыка. Играет музыка. Спасибо.